Сегодня глава столичной администрации Алексей Ладыков провел очередную прямую линию с горожанами. В ходе диалога сити-менеджер ответил более чем на 50 вопросов, поступивших на телефоны через социальные сети. Были затронуты темы благоустройства, ремонта дорог, работа ливневой канализации. Подробности в сюжете Елены Михайловой. У меня такой вопрос. Я инвалид, колясочница. Купила электроколяску. Но пользоваться ею просто невозможно, потому что нет пандуса. Первый звонок и сразу проблемные жительницы микрорайона Новый Город сетуют на отсутствие пандуса в ее доме. С апреля этого года София Кольцова пытается достучаться до управляющей компании. Но там разводят руками. Причина в нехватке средств. По словам пенсионерки, имеющаяся железная конструкция не подлежит эксплуатации. Алексей Ладыков обещал помочь горожанке и поручил организовать проверку с выездом на место. А Наталья Архипова поинтересовалась, почему закрыты школьные стадионы. У жителей нет возможности зайти вечером на площадку и заняться спортом. Вы совершенно правильно говорите. Спортивные площадки на территории города и в том числе на территории пришкольных стадионов должны быть доступными. Сейчас я уточнил у начальника управления образования. Никаких обещаний не вводили. Это может быть инициатива директора школы. Мы в этом вопросе разберемся. После звонка будет проведена проверка и все стадионы должны быть открыты, констатировал сити-менеджер. Несколько вопросов касались работы ливневок в городе. Сильные дожди подтапливают и размывают дороги. Также активные горожане интересовались строительством школ, благоустройством дворов. Житель Ново-Южного района Борис Агаев обратил внимание на отсутствие территории для выгола собак и предложил решение. На пустыре возле школы номер 40 есть свободная площадка. Алексей Ладыков тут же связался с главой администрации Калининского района. Встретимся на месте и управляющих компаний пригласили. Я не хотела, я с вопросом обсудим. Вы каком на месте? Посмотрите, если в соответствии с требованиями, стандартами, нормами размещение этого забора возможно на территории, я прошу помочь. На прямой линии был и видеозвонок с Красной площади Чебоксар. Мы занимаемся обслуживанием общественных пространств города Чебоксары и сталкиваемся с проявлением актов вандализма в отношении имущества, которое установлено на общественных площадках. Из-за вандалов пострадала топиарная фигура. Конструкции попросту оторвали руки. А у новых светящихся качелей треснул корпус. Отдыхающие зачастую не соблюдают правила и катаются на них не по одному человеку, а целыми компаниями. Они стоят около миллиона рублей, вот их замена. Во-первых, этих денег нет. Во-вторых, нужно их, для того, чтобы этот вопрос решить, нужно заложить бюджет, заказать, установить. Это длительное время. Поэтому то имущество, которое мы установили, нужно беречь. И с уважением относиться к труду тех людей, которые реализовали эти проекты на территории города. Всего за два часа Алексей Ладыков получил 202 вопроса, 30 звонков и 10 видеообращений. Все они взяты в обработку городадминистрации. Общение с жителями в таком формате будет продолжено и впредь. Елена Михайлова, Виктор Степанов, Святослав Петров. Вести Чувашия.